Здравствуйте! Мы начинаем показывать вам передачи, посвященные женщинам и автомобилю. О нашей совмещенности с этими чудо-гигантами и о том, как мы мужественно можем решать все проблемы самостоятельно. Всем известно, что мы девушки-болтушки. И очень часто, когда мы едем за рулем, например, домой с работы, мы стоим в пробках и звоним своим друзьям, подругам, родственникам. Но так ли хорошо разговаривать по телефону, держа трубку в руке? Может быть, можно обойтись другими способами? Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Не могли бы вы нам ответить на несколько вопросов, касающихся ваших замечательных автомобилей? Да, конечно! Пойдемте! Александр, не могли бы вы нам рассказать о замечательной системе Bluetooth, находящейся в этой машине? Для чего она предназначена и как она работает? С удовольствием. Bluetooth беспроводной протокол сопряжения любых устройств, поддерживающих протокол системы автомобиля, позволяет вам принимать звонки во время движения автомобиля, не отвлекаясь от управления. Чтобы его активировать, вам надо будет войти в подменю «Телефон» на системе машины, включить устройство поиска Bluetooth. Для того, чтобы система машины нашла телефон, и телефон нашел машину, вы на своем мобильном телефоне выбираете «Fort Audio». Он будет отображаться в поиске активированных устройств, произвести сопряжение телефона с этой системой, после чего у вас появится в меню выбранном вами телефон, который вы сопрягли с автомобилем. То есть в данном случае это мой телефон. Очень удобная вещь. Мы можем отвечать на звонки, не пользуясь телефоном? Да, естественно. Как? Покажите, пожалуйста. Посмотрите, мы подключаем телефон. Вот сейчас активация пройдет. После этого вам надо будет позвонить мне на телефон, и звонок входящий отобразится на дисплее аудиосистемы «Fort». Вот, соответственно, телефон и книга, записанная в память телефона, будет отображаться здесь, на дисплее автомобиля. И, соответственно, набранные номера. Я вам для примера покажу, как эта система будет работать. Мы можем выбрать любого абонента, с кем хотели бы поговорить. Возьмем нашего ноиз-менеджера Станёва Ивана. Производим звонок ему. Вот, сейчас пошел звонок, и по устройству воспроизводителей аудио вы слышите, что у вас динамики. Иван, это Александр. Ты хорошо меня слышишь? Да, хорошо. Ну, замечательно. Мы проверяем работу системы Bluetooth на Ford Mondeo. А, нет, все отлично. Все замечательно. Спасибо, Иван. Нажимаем кнопку отбоя, которая отображается на меню автомобиля. Таким образом вы можете сами набирать телефон, принимать входящие вызовы, если будет поступать звонок на телефон. Он продублируется на дисплее, у вас выясняются две кнопки «принять вызов» и «отбой». Соответственно, таким образом вы будете осуществлять общение с абонентом, позвонившим вам во время движения. Очень интересная система, Александр. А в чем вы видите ее преимущества? Чем она полезна для нас? Безопасность движения ваших и пассажиров, которые ездят с вами. Не надо отвлекаться, не надо брать телефон, вы все можете просмотреть в меню автомобиля. Соответственно, для вас это очень удобно, вы не отрываете взгляд от дороги, смотритесь на дисплее и видите прекрасно всю свою телефонную книгу, все свои звонки. И можете легко звонить. Спасибо огромное. Не за что. Милые дамы, не забудьте проверить, может быть и в вашем автомобиле есть такая замечательная система, как Bluetooth. Теперь-то вы знаете, насколько она проста в использовании и удобна, и поможет вам избежать неприятных ситуаций, а может быть даже и аварий. Часто ли вы разговариваете по телефону, находясь за рулем автомобиля в движении? Вы знаете, я никогда не разговариваю, у меня свободная рука. У вас система Bluetooth-машина? Да, она встроенная в машину, поэтому я телефоном за рулем никогда и не пользуюсь. Признаюсь, честно бывает. А подскажите, вы используете какие-то системы для этого? Нет, телефон или громкая связь. Когда вы идете автомобиль, разговариваете по телефону? Нет. Никогда? Все ясно, спасибо большое за ответ. Нет, ведь я остановился, взял телефон, хотел позвонить. А когда двигаетесь, не отвечаете на звонки или может быть используете какие-то системы? Я потом перезваниваю. Все понятно, спасибо большое. Останавливаюсь на обочине. Разговариваете ли вы по телефону, находясь за рулем автомобиля? Нет, не разговариваю. Не разговариваю? Стараюсь не разговаривать. Все понятно, спасибо большое. Интересно, а что по поводу болтушек за рулем нам скажет инспектор ДПС? Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите нам, девушкам-болтушкам, можно ли разговаривать по телефону, находясь в автомобиле? Ну, согласно правилам дорожного движения, при управлении транспортным средством, разговаривать по мобильному телефону без использования рук можно. Однако, это подчеркиваю, без использования рук, то есть с использованием вернитуры, различных Bluetooth устройств и так далее. То есть те устройства, которые позволяют разговаривать без использования рук, чтобы вы могли в любой момент времени и переключить передачу, и повернуть руль, и соответственно быть в курсе движения. Если мы не выполняем такое требование, вы нас накажете? Естественно, за невыполнение данного требования предусмотрен административный штраф, и они выносятся каждый день тем нерадивым водителям, которые не хотят соблюдать правила дорожного движения. Мы постараемся соблюдать правила дорожного движения. Спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго. Осенняя пора, а чай очарования. Но столь дивная погода будет длиться недолго. И скоро наступят морозы, выпадет снег. И утром, выходя на работу, мы будем садиться в холодную машину. Мама, мне холодно. Как же можно с этим бороться? Не так давно на рынке Твери появилась замечательная компания. Она называется Угона.нет. Ее филиалы расположены в различных городах России. И поддержку они осуществляют также в любом регионе, в котором мы расположены. Вот к этим чудо-волшебникам мы сегодня и приехали, чтобы выяснить, что же такое автозапуск и как он может нам помочь обогреть наше авто. Николай, здравствуйте. Здрасте. К сожалению, скоро наступит холода. У нас с нашим деньг не такая проблема. Мы начнем мерзнуть. Утром, выходя на работу или же отвозя ребенка в садик, садимся в холодную машину. Дети жалуются, им холодно. Собачки трясутся, им холодно. Как можно с этим бороться? Бороться с этим достаточно просто. Уже давным-давно существует такая функция, как дистанционный запуск. Есть такая возможность управлять автомобилем с телефона. Очень интересно, помимо брелка, да, с любой точки, где бы вы ни находились, вы можете запустить двигатель, заглушить и так далее. Помимо всего этого, еще есть возможность запускать с интернета свои личные странички. Сейчас тоже такие системы есть. Все оборудование, вот именно в сфере автомобильной защиты, все передовые технологии, они российские. Все производители, допустим, вот эти системы, Pandora, Starline, это все российские производители. У функции дистанционного запуска существует несколько режимов работы. То есть вы можете запускать как с брелка сигнализация, с телефона, она может запускаться по таймеру, то есть в определенное время. Вот так с отсрочкой, да? Да, да, да. Вы знаете, что вы уходите на работу в 8 утра, поставили таймер на 8 утра, в 8 часов она сама заведется, даже если вы забудете это сделать. Потом существует датчик температуры тоже во многих системах. Допустим, это актуально в сильные морозы. У нас не редкость, а в сильные морозы, допустим, если там мороз 30 градусов, вы можете запрограммировать определенную температуру. И по достижении этой температуры двигатель будет сам запускаться. И тем самым, как бы, не давать остывать автомобилю. Если я правильно понимаю, она не отключается, да? То есть я знаю, что есть сигнализация, которую мы запускаем, да, и она, допустим, действует 15 минут, потом отключается, и нам надо вспомнить о том, что она отключилась, и повторно включить, если вы не успели выйти из дома. То здесь она постоянно поддерживает определенную температуру в салоне. Да, 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 температуру, да. Это актуально, допустим, на автомобилях Хонда. Там очень слабые аккумуляторы идут. Соответственно, когда сильный мороз, вот если такую функцию устанавливать, то утром, по крайней мере, спокойно заведетесь. Возможно ли поставить эту сигнализацию на абсолютно любую автомобиль, вне зависимости от того, какая своя штатная сигнализация стоит? Да, да, эти сигнализации устанавливаются на любой автомобиль, совершенно спокойно. Можно поставить на даже старенькие автомобили. Единственное исключение – это старые российские автомобили, не инжекторные, а с карбюратором. Когда мы ставим сигнализацию с чипом, без чипа, теряем ли мы второй ключ от нашей машины? Нужен ли он для установки этого автомобиля? Да, на автомобиле, оборудованном штатным иммобилайзером, обязательное условие – это наличие одного ключа в автомобиле. То есть нам нужен будет вывод? Да, да. Ставится специальный блок обхода штатного иммобилайзера, в него монтируется один из ключей. Есть ли сигнализации, которые обходят данный вопрос? Да, есть не сигнализация, есть устройство. Вот как раз это канадский модуль, который позволяет обойти штатный иммобилайзер без наличия ключа. По стоимости экономия получается порядка 50% при установке вот этого модуля. Николай, а существуют еще какие-то разновидности автозапуска? Может быть, предназначены для наших сотовых телефонов? Да, совершенно верно. Как раз это актуально, когда автомобилем управляет девушка. Если в платье, то особо негде носить не брелки и так далее. Но такой аксессуар, как телефон, он присутствует сейчас у каждого человека. Поэтому практически все производители сейчас добавили к себе в систему функцию управления с телефона. На самые популярные программные оболочки Android и iPhone выпущены такие программки, достаточно удобные. Здесь есть кнопки постановки снятия на охрану, кнопка дистанционного запуска. То есть достаточно один раз нажать кнопочку. Здесь с телефоном можно загружать историю событий, смотреть, что происходило с автомобилем, вплоть до открытия-закрытия двери. И передвижение автомобиля. Да, смотреть передвижение автомобиля. Есть разные системы. Допустим, вот на этом автомобиле стоит система, которая требует SMS-команду. А есть система такая, как только что я показывал. Она уже не требует SMS. То есть вся информация по GPS передается в онлайне и управляется автомобилем. Два дня хватает для полноценной, серьезной, качественной установки. Когда все блоки достаточно далеко монтируются, все вплетается в штатную проводку и так далее. Если раньше мы подключали порядка 20-30 проводов, вся машина была переполнена этими проводами, сейчас достаточно подключить два провода, и в принципе уже часть функции будет работать. Наша компания является федеральным сервисом. То есть есть сеть установочных центров по всей России. И, соответственно, где бы вы ни находились, вам всегда окажут помощь. Стараемся всячески помогать нашим клиентам во всех вопросах. Отлично. Как работает данная сигнализация? Ну, как бы достаточно просто. Посылаю командную сигнализацию на саму запуска. Ваш телефон регистрируется как главный абонент. С любого другого номера, как бы, СМС просто система не вас стримит. Поэтому это достаточно безопасно. Единственное, если говорить о простых сигнализациях, которые использует брелок, то при выборе надо учитывать, какая кодировка используется в системе. Почему? Потому что если ставить сигнализацию с простым динамическим входом, то это равносильно тому, что вы оставили ключи в замке зажигания. Николай, ну я надеюсь, что обратившись в вашу компанию, угонный нет, мы получим квалифицированную помощь от ваших специалистов. И они нам посоветуют именно ту систему, которая подходит для нашего автомобиля и подходит под наши потребности. Да, совершенно верно. Не секрет, что у многих из наших автомобилей страхованы по системе КАСКО. И зачастую страховые компании против определенных моментов, если нет второго ключа. Как они относятся к установке автозапуска? Разрешено ли это страховыми компаниями? Вы правильно сказали, что основной вопрос – это наличие двух ключей. Здесь уже как бы зависит от страховой компании. Многие страховые компании допускают даже просто информационное письмо от компании-установщика, в котором говорится, что один из оригинальных ключей установлен внутри автомобиля в специальном блоке обхода штатного мобилайзера. Но вот такой модуль все эти проблемы решает. То есть установка этого модуля не требует дополнительных ключей, соответственно, работает функция дистанционного запуска. И два ключа или три в наличии у вас. Может быть, вы нам покажете, как можно завести машину на компьютере? Да, конечно. Для нас это актуально. Находясь на рабочем месте, мы понимаем, что через 15 минут у нас заканчивается рабочий день. Неплохо бы сесть в теплую машинку и поехать домой, как видите. Несколько вкладок. Можно посмотреть протокол событий. Практически все события отображаются. Вплоть до открытия и закрытия дверей. Изменение температурного датчика, запуск, передвижение и так далее. Маршрут. Включить запись. Посмотреть, как автомобиль двигался. С какой скоростью и так далее. Практически вся информация. Также с этого профиля я всегда могу запустить автомобиль, просто нажав кнопку старт. Здесь требует подтверждения специальный секретный код, для того, чтобы не могли воспользоваться злоумышленники. К этой сигнализации можно подключить до 8 камер. И она будет делать снимки по определенному событию, которое программирует пользователь. Николай, а что происходит с автомобилем? Если мы без мятижно сидим дома, попиваем кофе, заводим свой автомобиль, и кто-то пытается его вскрыть? Автомобиль находится под охраной, когда двигатель прогревается. У нас под защитой практически все охранные зоны, которые существуют в этой сигнализации. Двери, капот, багажник. Микроволновые датчики и так далее, датчик наклонного перемещения. Вы можете попробовать открыть дверь. Сейчас мы продемонстрируем. Николай, нам как женщине очень интересно узнать, где же под капотом находится эта система. Может быть, вы нам покажете? Да, конечно. Как раз у нас автомобиль в работе. Сейчас покажем, как... Давайте, заглянем. ...самовывает сигнализацию. Николай, огромное вам спасибо за рассказ. Правда, запуск на автомобиле. Но я так понимаю, что ваша компания очень многоогранна. Что еще вы можете предложить нам, девушкам? Мы очень любим интересные вещи, которые нам доставляют комфорт и удовольствие. Ну, наша компания в основном, конечно, специализируется на защите автомобиля. Это как бы основной наш профиль. Из дополнительного мы делаем различные парковочные системы, камеры заднего вида, парктроники, ксеноновые фары и так далее. Ну, и различные аксессуары. Установка навигаторов и так далее. Николай, подскажите, пожалуйста, может быть, у вас есть сайт, на который мы могли бы посмотреть полный перечень ваших услуг, ознакомиться, может быть, посмотреть какие-то видеосюжеты? Да, конечно. На самом деле сайт «Угона.нет» Это самый посещаемый сайт в России по противоугонной тематике. Там такая интернет-площадка, на которой общаются все производители, все установочные центры и так далее. Для нас, для женщин, он на понятном языке? Да, конечно. Самое главное, что задав вопрос на форуме, он никогда не останется неотвеченным практически сразу. Очень много людей работает на форуме, консультирует и так далее. То есть, помогают с выбором комплексов. Ну, как бы сайт сам достаточно информационный, информативный. Зайдя в раздел «Цены», вы можете подобрать на любой бюджет систему, почитать все функции, что она может и так далее. Николай, мы будем обязательно рекомендовать ваш сайт нашим телезрителям. Спасибо вам за то, что вы уделили нам сегодня время. И надеемся, в следующей передаче вы нам покажете еще что-нибудь очень интересное и полезное для нас. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Летом многие из нас любят прогуляться под лучами солнышка. Но с приходом холодов мы все чаще и чаще задумываемся о том, как прекрасно было бы нам передвигаться внутри собственного авто. Думаю, многие из вас оценят прекрасный дизайн таких автомобилей, как «Пижон». Но мало кто из вас догадывается о том, какую чудеснейшую программу «Пижо Ассистентс» предлагает данная компания. Владимир, здравствуйте. Не могли бы вы нам рассказать о чудеснейшей системе «Ассистентс», которая применяется в «Пижо»? Здравствуйте. «Пижо Ассистентс» – это программа, которую разработали специально для наших посредственных клиентов. Она помогает нам в дорогах, если, не дай бог, произойдет поломка на территории 150, в радиусе 150 Твери, 200 Москвы. Эвакуатор бесплатно придет к вам, либо отремонтирует на месте, либо эвакуирует непосредственно до нашего дилерского центра. Это все бесплатно на весь период гарантийной политики. Также можно его продлить от трех до пяти лет. И это также будет действовать во весь период гарантийной политики, в частности, автомобиля. Что удобно, он также работает и на всей территории Российской Федерации. Непосредственно, были бы купили автомобиль в Твери, можете воспользоваться также в Новосибирске, в тех городах, где есть официальный дилер «Пижо». Это очень удобно, помогает очень много различных эвакуаторов. То есть компания, непосредственно «Пижо Ассистент» сотрудничает с ближайшими компаниями, в которых есть наличие эвакуатора. Они с нами созваниваются и в короткие сроки предоставляют вам непосредственно помощь на дороге. При любой ли нашей поломке к нам приедет эвакуатор? Допустим, мы залили бензин не того, как оно учил сло. Рассчитана ли эта система на поддержание таких случаев? Безусловно, независимо от поломки автомобиля, вам непосредственно придет помощь. Разные обстоятельства бывают, в зависимости даже от морозных ситуаций. Суровые климатические условия в нашей стране, в нашем городе непосредственно. И все равно также можете смело звонить по телефону горячей линии. Звонок будет бесплатный для клиента, где бы он ни был. И также вам помогут, и обязательно приедут за вами. Либо ремонт на месте, либо непосредственно бесплатная эвакуация до дилера. Также могу сказать, очень даже удобно сделали, разработали, что при продлении гарантийной политики продаете машину потом в будущем свою, либо дарите сестру брату, сестре, вернее, простите, брату. Эта компания также будет распространяться и на брата. То есть она с правом передоверие. Все верно. Интересно. Огромное вам спасибо, Владимир. Не за что. Всего доброго. Милые дамы, теперь вы знаете, что обладая автомобилем Peugeot, вам всегда помогут на дороге. Потому что есть такая чудная программа Peugeot Assistance. А благодаря компании Угона.нет, вы можете установить автозапуск автомобиля. И вы согреетесь холодной зимой. Также благодаря компании Автопремиум вы узнали сегодня, что такое Bluetooth. И теперь мы можем безопасно разговаривать на дорогах. В наших будущих передачах мы расскажем о множестве полезных и интересных вещей. Присоединяйтесь к нам.